Для детей, достигших 16 лет. Здравствуйте, дорогие друзья! Это программа «Ракурс». Я Роман Попов. И, как всегда, в этой программе мы будем рассматривать сложные вопросы простым доходчивым языком с помощью эксперта. Поговорим мы сегодня о цифровизации. И, чтобы вы понимали, насколько сложно простым языком говорить о цифровизации, я зачитаю вам определение его. Впервые термин цифровизации появился в последнее пятилетие XX века, когда в 1995 году американский информатик Николас Негропонте из Массачусетского университета озвучил понятие цифровая экономика. Бла-бла-бла, куча непонятных слов, какие-то сложные предложения, что-то про цифровые данные, анализ, технологии производства. Таким образом, термин цифровизация означает процесс перехода к цифровой экономике, а ее частями являются интернет-банкинг, электронные платежи, интернет-реклама и электронный доступ к госуслугам. Поэтому у меня сегодня в гостях Ярослава Богатырева, которую знают все, наверное, уже представители СМИ, пиар-менеджер филиала госкорпорации правительства для граждан по Кустанайской области. Слава, привет! Добрый день! Можно тебя попросить простыми словами объяснить, что такое цифровизация в твоем понимании? Ну, на самом деле, цифровизация – это довольно простое такое понятие. Если, вспоминая нашу юность и школьные годы, когда мы начинали учить информатику, были такие понятия, как, по-моему, двоичная система 1-0-1-0-1-0, и тогда я поняла, что все потихоньку переходит в интернет. То есть какими-то привычными для нас цифрами и знаками, по идее, работает целая система, которая связывает не только людей, но и города, страны и континент. Так и работает цифровизация, то есть, будучи дома, нажимая пару кнопочек и кликая по активным ссылкам, ты получаешь те государственные услуги. Если говорить в плане госкорпорации, да, аспект нашей работы, ты нажимаешь пару кнопок и получаешь государственную услугу, за которую бы ты пошел еще лет 5 назад в какое-то государственное учреждение, добросовестно бы отстоял очередь, заполнил бы заявку на получение государственной услуги, подождала бы 3-5-10, а то и 15 дней, потом бы опять пришел, опять бы постоял в очереди и получил вожделенную бумажку, срок годности у которой в лучшем случае неделя. Сегодня, сидя дома, ты нажимаешь кнопочки, первое это включить компьютер или телефон, пару активных ссылок и государственная услуга в виде справки или какого-то документа у тебя в телефоне, в планшете, в компьютере. Ты ее можешь распечатать, можешь передать кому-то по почте или по мессенджеру, и по сути твоя физическая нагрузка только в том, чтобы ты немножко пошевелил извилинами в голове и пару раз пошевелил мышцами на руке, чтобы нажать кнопки. Все. Ну давай будем откровенны, там не так уж и легко пошевелить извилинами, потому что мы часто смеялись там над бабушками, над дедушками. Сегодня, честно говоря, когда начинаешь лезть в глубину всего этого, когда нужна какая-то определенная бумажка, и которая не так легко получить, как там, не знаю, адресную справку какую-нибудь, то я понимаю, что бабушки и дедушки-то в этом плане вперед ушли. Ну мои, по крайней мере. Ну на самом деле, проводя свою личную такую наблюдательную статистику, я хочу сказать, что люди в возрасте 40 плюс гораздо более обучаемы, чем люди, те, которым предположим 20-25 плюс. Не знаю, с чем это связано. Мне кажется, разговаривая с людьми более взрослого возраста, что они хотят быть в тренде и хотят соответствовать современности, не ударить грязь лицом. То есть они стремятся быть современными, коммуникативными, цифровыми, начиная от Инстаграма и Ватсапа, и заканчивая получением государственных услуг. Потом не стоит забывать, что, будучи по второму образованию юристом, я иногда смеялась, потому что журналист во мне побеждал, когда я читала какие-то нормы закона. Чтобы понять, что законодатели и законотворцы хотели сказать, предложение надо перечитать несколько раз, потому что они сделаны очень таким правильным, законодательно-творческим языком. То есть термины, определения и так далее. Государственные услуги, к сожалению, некоторые называются точно так же. То есть это мы можем сказать, я не знаю, справка о наличии и отсутствии судимости. А есть же справки, которые там много-много слов. И для того, чтобы ее найти, действительно надо понимать, к какой категории государственных услуг, государственных органов, сфере относится эта сервис или эта справка. Тут стоит отдать должное нашим коллегам с Акционерного общества национально-информационной технологии, которые, в принципе, являются разработчиками и гарантами работы целой системы, работы электронного правительства, портала электронного правительства и разных, так скажем, других сайтов, связанных напрямую единой базой государственных данных. А сегодня на сайте электронного правительства почти каждой государственной услуги уже есть краткие видеоуроки о том, как получить государственную услугу. То есть от момента авторизации через ЭЦП, одноразовый пароль, помимо там еще какие-то биометрические данные и так далее, и вплоть до получения готового результата, при этом прописано срок оказания, порядок оказания, что надо сделать, куда нажать, что заполнить, где это подсмотреть, если это необходимо подсмотреть. И до того, как должен выглядеть готовый результат. То есть там написано, результат оказания услуги, получение там такой-то, такой-то, такой-то справки, срок действия справки, столько-то там лет. То есть сегодня вот такие видеоуроки, они очень помогают. Почему? Потому что стоит понимать, что люди обленились. Цифровизация делает людей немного ленивыми в плане того, что мы не хотим читать, мы хотим прийти и получить. А если мы не знаем, то нам проще посмотреть картинку. То есть прошел двухминутный ролик, картинка-картинка, слайдовое мышление и восприятие, мы посмотрели, получили. Вот тут стоит отдать должное, что сегодня портал электронного правительства и сфера получения государственных услуг электронно стало гораздо понятнее в плане того, что вот это вот лекальное слайдовое мнение, оно стимулируется видеороликами. То есть люди наконец-то понимают, что это не так сложно, и что по сути надо заморочиться пару раз, и какие-то элементарные, стандартные, базовые действия ты уже будешь знать, ну как будто авторизация, и в какие основные вкладки государственных услуг заходить, через два-три раза ты уже будешь хотя бы понимать, ориентироваться в карте сайта, грубо говоря. И потом уже ты можешь просто как шпаргалочками пользоваться этими видеоуслугами и совершенствовать свои навыки в получении услуг в режиме реального времени. Я понял теперь, почему ты так соображаешь в этих делах. Потому что ты вынуждена по работе постоянно на этом сайте что-то искать, постоянно где-то лазить. Когда ты смотришь, и постепенно это входит уже в режим автоматического. То есть разбуди меня и спроси, я на многое отвечу. Вот. А человек простой, смертный, как я, например, да, ну мне часто что ли это там справка о несудимости или там для, там, адресная справка, она мне не часто нужна. Поэтому я на сайт захожу редко. И когда захожу, у меня глаза разбегаются, ну, в руки не знают, что делать, куда тыкать, и где искать это обучающее видео. И вообще, что происходит, я не хочу, я зову там маму. У меня мама лучше соображает в этом, чем я, потому что она чаще. И отменили в ноябре 2019 года, не найдешь. Но это другой вопрос. На самом деле там есть стандартный поисковик, где по ключевым словам ты можешь получить и выбрать нужное. А вообще, когда ты забиваешь через поисковик получение государственной услуги, то благодаря современным системам поисковым почти сразу выходят нужные тебе вкладки на ЕГОВИ. Они выходят в 99% случаев первыми в поисковых системах. Ты заходишь, выбираешь, и почти в каждой услуге есть видеоуроки. Помимо этого, есть всесильный YouTube, в котором можно зайти и на канал АОНИД, и на канал Государственной корпорации и правительства для граждан, где есть эти ролики. То есть, по сути, как говорят, что язык до Киева доведет, желающий узнать всегда узнает. Найти возможность узнать есть всегда. Помимо этого, сегодня очень много журналистов говорят о получении государственных услуг онлайн. И какие-то короткие алгоритмические такие шпаргалки пытаемся и мы опубликовывать на страницах и корпораций, и сопровождающих нас ресурсов. То есть, по сути, главное захотеть. А если захотеть, можно в космос улететь, говоря поговорками нашего детства. Такой вопрос. На твой взгляд, цифровые технологии, это хорошо или плохо? Ну, скажем так, есть мое личное мнение и мое профессиональное мнение. Оно не всегда разнится в каких-то деталях, но тем не менее, сходится оно все-таки оба этих мнения во мне в том, что цифровизация – это неплохо. Потому что в современном мире, в современном цейтноте, а стоит признать, что никуда не денешься и действительно иногда забываешь, как тебя зовут, не потому что ты весь такой замечательный, а потому что у тебя действительно, помимо работы, есть еще то, 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 а еще сегодня столько много возможностей, ты хочешь после работы почитать книгу, посмотреть какой-то интересный фильм, я не знаю, порисовать, полепить, сходить в театр, в кинотеатр. То есть сегодня очень много возможностей, которые человек хочет реализовывать, посвящая время себе. Возможно, это возможность начать себя любить. Больше, чем работать, да? Но, тем не менее, цифровизация дает что? Цифровизация дает возможность быстро получить нужную информацию. Не тратя время на машину, на очередь, на стояние среди людей, потому что социофобов никто не отменял. Но есть и обратная сторона Луны, которую никогда не стоит опровергать, и она есть. Цифровизация – это система, хотя отсутствие человеческого фактора – это, естественно, отсутствие каких-то коррупционных рисков, каких-то там рисковых моментов, но, опять-таки, цифровизация. Человека просто так не сломаешь. У человека не может зависнуть система. Человек может забыть. Да, это тоже отрицательная черта на каждого из нас. Но человек не сломается. Если он делает, он делает. А он не может сказать, простите, я завис, и я сегодня не могу оказать вам данную услугу. А если зависает база, то зависает она чаще всего по всей республике. И по всей республике Центра обслуживания населения встают в, так скажем, вынужденный простой. И тот же портал электронного правительства может встать, если недоступна какая-то из баз государственных органов, из которого ему нужно аккумулировать информацию для оказания государственной услуги. То есть тут, как всегда, палка о двух концах. Есть плюсы в человеческой работе, поэтому она до сих пор существует. Есть плюсы в цифровизации, но в том числе есть и минусы. Поэтому, наверное, главное уметь находить тот самый нужный баланс между человеком и системой, чтобы они работали, помогая друг другу. Кстати говоря, о человеке и системе большим помощником в получении государственных услуг, в том, о чем ты говоришь, что многого не знают, многого не умеют, являются сегодня операторы единого контакт-центра 1414, который усиливает свои возможности и увеличивается количество операторов по всей республике. Это те люди, которые с раннего утра до позднего вечера и в выходные помогают получать государственные услуги. В Кустанайской области ЕКЦ подразделение открылся в июле. Я могу сказать, что сотрудники Кустанайского подразделения единого контакт-центра, каждый из операторов получает от 120 до 180 и более звонков в день. То есть это звонки, когда люди спрашивают, как получить ту юную государственную услугу онлайн, и пошагово оператор, имея перед собой монитор и открытый портал электронного правительства, говорит, зайдите во вкладку здравоохранения, там выберите справку о наличии и отсутствии учета в психонаркодиспансере, теперь зайдите сюда, вот теперь вы видите сюда, введите личные данные, а вот теперь подпишите это электронной цифровой подписью или одноразовым паролем, а теперь зайдите сюда, нажмите, видите, крутится колесико, это значит ожидает, а теперь зайдите в личный кабинет, там в подразделе статус оказания государственной услуги вы будете видеть, что он там в обработке или уже готов, и таких, представляете, звонков, каждый оператор, минимум, да, там 100-120 звонков в день, конечно, бывают сбои, опять-таки, и в этой системе, где-то не дозваниваются, где-то срываются, где-то не срабатывает мощность проводков, это я по-женски говорю, да, я то есть не понимаю, что такое телефон, и как он работает иногда, не надо по-женски говорить, потому что не все понимают. Ну вот, проводков, наверное, не хватает, чтобы все получили звонки, но тем не менее, нагрузка колоссальная, и сегодня идет большая работа по увеличению численности операторов, напомню, что раньше 14-14 единый контакт-центр был только республиканский, а когда в апреле 20-го года был введен режим ЧП, то иционы были закрыты, то сотрудники иционов по регионам были переведены на удаленный формат работы, то есть они работали на телефонах, оказывали консультации посредством видеозвонков и аудиозвонков. Эта практика зарекомендовала себя очень хорошо, и было принято решение о том, что мощности ЭКЦ надо увеличивать, тем более люди, как бы то ни было, у меня есть фраза, которую многие мои коллеги не поддерживают, спасибо коронавирусу за семимильный шаг вперед по освоению целины как портал электронного правительства. Благодаря закрытию цонов и ограничению в получении государственных услуг в бумажном формате люди пошли в формат онлайн и начали изучать эту, так скажем, площадку, да, и многие из них, поняв, что это можно делать электронно, быстро, и вот где захотел, сел и получил, они осваивают это дальше. Сегодня подразделения единого контакт-центра такие-то полноценные, единые колл-центры, это не просто два человека, это красивые наушники, там вот эти столы с перегородками, постоянно все звонят, все разговаривают, разговаривают вот этот гул такой хороший, они есть в Нур-Султане, в Кустанай, в СКО, в Казалардинской области, в Карагандинской области. Кстати, вот в конце ноября ЕКЦ 1414, это отмечает десятилетие, с чем мы, конечно, поздравляем своих коллег. Кустанайской области работает ЕКЦ с июля 1-го, и наши сотрудники очень много дают услуг. При этом они говорят не только по аудиозвонкам, они разговаривают и по видеозвонкам, то есть для того, чтобы зарегистрироваться в базе мобильных граждан или получить ЭЦП удаленно, нужна идентификация личности, то есть есть специально обученные люди, которые идентифицируют твое лицо B2B, то есть по камере, и твое изображение на удостоверении личности, чтобы понять, что ты не держишь чье-то удостоверение или там непохожий человек, как бывает иногда, нет-нет, где-то в интернете читаешь, они идентифицируют твою личность, идентифицируют подлинность твоего документа, и после этого оказывают услугу уже по видеозвонку. Помимо этого, заходя вперед, я скажу о том, что сегодня в республике запускается новое мобильное приложение, которое называется очень просто ЦОН. Это мобильное приложение для многих удобно, более удобно, чем приложение EGOF Mobile, потому что там не нужна авторизация через ИЦП для однодоразовый пароль, достаточно забить свой ИИН и нажать «вызвать оператора». Оператор по специальной системе, по видеобазе, видит, что звонит ему Богатырева Ярослава Сергеевна, ты ему звонишь, оператор берет, ты видишь оператора, он тебе говорит «Здравствуйте, Ярослава Сергеевна, какую услугу желаете получить?» То есть ты идентифицируешься по ИИНу, и уже оператор тебе по видеозвонку оказывает какую-то одну из популярных топовых услуг или сервисов, сбрасывает тебе в чат в этом приложении, и ты из приложения скачиваешь. То есть это тоже ЕКЦ, это видеозвонки. И сегодня вот этот вот сервис консультационный, увеличенный мощностью, скажем так, он становится большим подспорьем для цонов. Опять-таки почему? Потому что, не знаю, часто ты бываешь в ЦОНах или нет, но почти везде в городских ЦОНах, по крайней мере, есть экраны, на которых крутятся ролики по получению государственных услуг. До пандемии, до режима ЧП и вообще до коронавируса бывало такое, что люди группами или по одному человеку приходили. Есть сотрудники госкорпорации, которые проводят так называемые цифровые уроки, цифровой ликбез, говорят, как получать те или иные услуги. Параллельно такая же работа проводится на коннекшенах. Это уголки самообслуживания, где наши сотрудники говорят, зайдите туда-то, посмотрите то-то. К сожалению, когда был режим ЧП, это все закрылось. Сегодня, учитывая то, что все-таки необходимо соблюдать санитарно-карантинные нормы, дистанцию, масочный режим и так далее, не каждый захочет, может быть, сидеть, слушать, нет возможности посадить большую группу людей, обучить. Сегодня посредством ЕКЦ 14-14 можно получать услуги, звонки бесплатные, услуги оказываются. То есть, по сути, сегодня можно просто, если ты не знаешь, у тебя не у кого спросить, тебе лень пошерстить по интернету, и ты не знаешь, как выйти на YouTube или найти услугу с видеокартинкой на сайте портала, ты можешь позвонить на 14-14, где операторы тебя проконсультируют и помогут получить ту или иную услугу. То есть, сегодня делается все, чтобы цифровизация была полезной. То есть, ну, посмотреть в интернете фильм, поиграть в игрушку, не дающую пользу для ума, но расслабляющую ум, можно всегда где-то расслабиться, посмотреть какие-то там скетчи, юморные шоу, но тем не менее, все должно приносить пользу, цифровизация в том числе, как и в воспитании детей, то есть, либо есть тупые игрушки, YouTube, TikTok и так далее, с его минусами, либо ты можешь загрузить там сканворды, кроссворды, какие-то развивающие игрушки, познавательные фильмы и дать их ребенку. Также цифровизация, палка о двух концах, о чем я говорю. Мы делаем все, чтобы люди пользовались цифровизацией, с пользой для себя. Вот так. Ну, давай, мы вот об одном конце палки поговорили, теперь нужно про второй поговорить, потому что немало мифов ходит вокруг вообще цифровизации в целом и особенно вокруг получения госуслуг. Методом онлайн. Один из мифов гласит о том, что когда ты, например, получаешь удаленную ЭЦП, там твое лицо в полной красе фотографирует, эти фотографии где-то сохраняются в базе и потом их могут использовать, чтобы там, допустим, взять на тебя кредит какой-нибудь, ипотеку, или подставить тебя в каком-нибудь там финансовом преступлении, чтобы там на тебя все повесили и так далее. Ну, то есть вот такие даже вещи ходят. Давай развенчаем или подтвердим. Ну, тут стоит сказать, что понятие цифровой грамотности включает в себя не только знание того, как пользоваться теми или иными цифровыми ресурсами. Цифровая грамотность включает в себя такое понятие, как цифровая безопасность. Это то же самое, что я не выхожу на улицу, не кричу на всех углах свой ИИН и не раздаю ксерокопию удостоверения всем встречающимся мне, проходящим мимо людям. То есть многие люди, сетуя на цифровизацию и на портал государственных услуг, забывают о том, что есть порталы электронных покупок, порталы, где знакомятся люди, порталы по интересам, где, бывает, для регистрации нужны какие-то личные данные. И на абы каком портале регистрироваться при запросе личных данных я бы не советовала никому, потому что это элементарно. Я не пойду и не порежу сама себе палец, потому что, скорее всего, это больно, и я этого делать не буду. Если я не уверена в портале необходимости озвучивания своих личных данных, я это делать не буду. Если говорить о портале электронного правительства, тут тоже огромная заслуга наших коллег из информационных технологий АОНИД, которые гарантируют безопасность поставляемых данных на портал. То есть вы вбиваете чаще всего для получения услуги свои личные данные, местопрописки, ИИН. И это все аккумулируется и защищено системой безопасности. То есть дальше вашего пользовательского, так скажем, какого-то облачка, оно не уходит. Это первое. Второе. Каждый из нас должен понимать. Как говорили, мы в ответе за тех, кого приручили, мы в ответе и за сами себя. Вы получаете ЭЦП. Предположим, вы получили ЭЦП в ЦОНИ. Не секрет, что многие, получая ЭЦП в ЦОНИ, заполняют стандартные какие-то пароли 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1 и так далее. Если вы получаете ЭЦП, первое правило безопасности. Для электронно-цифровой подписи должен быть пароль. Пароль вы должны делать свой и сами. Естественно, его никому не разглашая. Потом, к сожалению, до сих пор многие, большинство, я бы сказала, казахстанцев относятся к электронно-цифровой подписи как к одноразовому паролю для получения государственной услуги. То есть ЭЦП оформил, получил справку, где эта флешка, где эта папка с ЭЦП, бог его знает, мы забыли. Через год мне нужна другая справка, мы опять оформили ЭЦП, электронной цифровой подписью воспользовались и так далее. Но представьте себе ситуацию. Вот флешка, на флешке электронно-цифровая подпись. Вы дали флешку с фотографиями кому-то. Ну, там, я не знаю, скопировать. Откуда вы знаете, что в голове у этого человека? Электронно-цифровая подпись это настоящая ваша подпись, только цифровая. Простите уж меня за повторы, Ее подделать нельзя. Ее подделать нельзя. Она дается вам. В отличие от обычной подписи. Да. То есть вы, отдавая носитель с вашей ЭЦП, даете конкретный доступ любому человеку к вашему личному кабинету. То есть к вашим личным данным. И дай бог, чтобы у этого человека были хорошие намерения, чистые помыслы, а лучше вообще никаких помыслов. Скопировали то, что вы дали, и отдали флешку обратно. Третьи лица могут воспользоваться этой возможностью. Переписать вашу машину на кого-то другого. Прописать к вам квартиру кого-то из людей. Переоформить какие-то там данные и так далее. То есть вплоть до безобидной шалости, которая когда-нибудь может вылезти боком. То же самое я бы хотела сказать и о ИП, и то, которые оказывают государственные услуги через портал электронного правительства, возмездно. Я ничего не имею против предпринимательской деятельности и очень уважаю людей, которые умеют зарабатывать на своих знаниях и получать финансовую прибыль на том, что они действительно знают и умеют. Но тем не менее, есть элементарные правила безопасности. Для того, чтобы получить государственную услугу онлайн, так или иначе, вы бизнесмену дадите флеш-носитель с вашей ЭЦП. ЭЦП чаще всего копируется на компьютер для того, чтобы получить электронную услугу и услугу вернуть вам. Всегда надо убеждаться, удалена ли папка с вашей ЭЦП из электронного ресурса вашего, скажем так, помощника, тому, кому вы заплатили за оказание государственной услуги. Я не призываю не пользоваться их услугами. Вам не хочется возиться, вам проще заплатить и получить услугу у кого-то, кто имеет более глобальные знания и опыт. Ради бога, это ваше право и право предпринимателя зарабатывать. Но обезопасить себя и проверить, что ваше ЭЦП не осталось на носителе другого человека, это как бы, ну, уже само собой разумеющееся, чтобы не было риска того, что третьи лица, опять-таки, в мошеннических помыслах воспользуются вашими данными и совершат какие-либо мошеннические действия. То есть сегодня, да, система цифровизации, опять-таки, доступ, открытость, хакерство, мошенничество и т.д. это все много, есть какие-то базы данных людей и так далее. А портал электронного правительства, если говорить, я повторюсь, что национальные информационные технологии делают все для того, чтобы полностью оставить конфиденциальными те данные, которые наши потребители государственных услуг, казахстанцы, вводят на этот портал. Но, тем не менее, каждый должен понимать, что собственная безопасность, в том числе и цифровая, это задача каждого из нас. То есть я, может быть, и утрирую, конечно, говоря этот пример, но я правда не хожу по городу и не отдаю ксерокопию со своим удостоверением и номером ИИН любому гражданину и не показываю, вот посмотрите, вот вы можете воспользоваться моими данными. Так же и цифровыми. Но проблема же в том, что электронная цифровая подпись реально не воспринимается большинством людей как что-то серьезное. Вот я и говорю о том, что... Может быть ее выдавать как-то, я не знаю, приглашать в тайную комнату, там какую-то атмосферу нагнетать, что это очень секретно, никому не передавать. Если вы начнете это делать, то люди начнут бояться. Если люди начнут бояться, то люди перестанут получать эту услугу. Если люди получать эту услугу перестанут, то они перестанут получать услуги онлайн. Но при этом, чтобы побороть вот этот страх, я вам могу сказать, что электронную цифровую подпись человек может получить один раз в своей жизни. Да, у него срок годности всего один год, но можно получить электронную цифровую подпись и каждый год просто продлевать ее срок. Продлевается она элементарно на сайте Национального удостоверяющего центра PKA.gov, заходится продлить, все, нажимаешь пару клаксонов, сделал пару кликов, и у тебя подпись продлена на год. Один раз в жизни оформить ИЦП, и это твоя нормальная подпись, просто цифровая. Возьми ты одну какую-то флешку, положи ты ее к себе. Запомни, что это флешка, которая персона нонграта для всех остальных, что это только твоя флешка, только твой носитель, только с твоей электронной цифровой подписью. Будь немного ответственнее за себя не только в реале, но и в виртуале, потому что стоит же признать, что сегодня виртуальная жизнь занимает львиную долю в жизни нашей реальной. Ну и тогда надо понимать, что интернет это не только игрушки, музыка и фильмы, что это сегодня наша жизнь в том числе, и в том числе и официальная, и серьезная. То есть вот это стереотипное мышление о том, что ИЦП это пароль к одноразовому получению государственной услуги, его надо ломать. Ломается он сложно, но тем не менее ломается. Я вам могу сказать, что сегодня очень много моих знакомых, которые поняли, что ИЦП можно просто продлевать, и они вообще уже не парятся. Тем более, что сегодня почти 90%, более 85% государственных услуг можно получить посредством ИЦП. То есть сегодня ты можешь даже какие-то социальные услуги, услуги по недвижимости, услуги по земельным каким-то вопросам, ты можешь получать онлайн то, что еще даже два года назад нельзя было получить в режиме онлайна. То есть опять-таки палка о двух концах, во всем надо искать плюсы. Я повторюсь, коронавирус свое дело сделал, и очень много такого мощного потока информации перешло в цифру. И сегодня эта цифра вот она. Пользуйтесь. Но опять-таки пользуйтесь грамотно. Мы же когда спрашиваем у врача, как он нас лечит, мы же понимаем, что врач нас лечит правильно, да? А учитель учит наших детей правильно. А вот мы на телевидении пытаемся рассказывать тоже все максимально правильно и понятно. Ну так и вы правильно поступайте по отношению хотя бы к себе. Начните с этого. Как только вы начнете делать так, как надо, вы поймете, что это несложно. Вот и все. А вот эти вот фотографии, когда делают там или видео, там надо записать, это кто-то, ну, живые люди это видят? Нет, когда вы проводите, ты имеешь в виду, когда проводится идентификация личности? Ну да, потому что многие беспокоятся, что ой, я начала там получать удаленное ЦП, а потом дошло до меня, что я там в ванне лежу в это время. Но видят это наши операторы. А, то есть, дорогие телезрители. Не переживайте, видят это только тот человек, которого видите вы. А не симпатичнее, чтобы, ну, успокоились те, кто в ванне, например, в ванне лежит? Все, как на подбор. На самом деле идентификация проводится действительно face-to-face, это глаза в глаза с оператором, посредством видеосвязи. Но хочется сказать, что сейчас люди стали более ответственно подходить к этому вопросу, потому что... То есть прецеденты были? Когда мы были на дистанционном формате работы, когда наши коллеги работали на видеозвонках, было такое, что человек пытается получить какую-то государственную услугу, в полу неглиже проходит часть тела родственников на заднем плане. Бывало, что люди забывали, что они звонят по видеосвязи, разговаривали, пили чай. Бывало, что находились и в санузлах люди, удивлялись, что ответили, выключали компьютеры. То есть это такие немного комичные моменты, но тем не менее люди понимают, что их видят и начинают адаптироваться к этому. Сегодня, кстати, посредством видеосвязи очень быстро приходят, и люди очень так четко говорят, что им надо. Гораздо более четко, чем когда говорят по аудиозвонку. Возможно, то, что они видят, что они разговаривают с реальным человеком. И посредством видеосвязи можно же опять-таки зарегистрироваться в базе мобильных граждан. То есть это то, что дает доступ к получению государственных услуг альтернативными способами. И мы вот все говорим и говорим о портале электронного правительства. Но есть же такие функции, как мобильные приложения, есть телеграм-бот, есть чат-боты в таких социальных сетях, как Facebook и ВКонтакте. То есть это тогда, когда ты имеешь регистрацию в базе мобильных граждан. То есть когда твои и ИН, и мобильный телефон объединены в одну такую штуку, как я для себя говорю. И благодаря этому ты получаешь одноразовый пароль и можешь получать через свой мобильный какие-то самые популярные сервисы и услуги. Такой у нас был слоган года два назад. А у меня свой цон в кармане. То есть благодаря регистрации в БМГ в базе мобильных граждан ты можешь получать самые нужные такие востребованные сервисы и услуги буквально на телефон и отправлять их, правда, через мессенджер, сохранить себе на почту, отправить там куда-то через почтовые какие-то сервисы. То есть сегодня все это вот прям берите, но только пользуйтесь. Нет, все равно непонятно, что такое база мобильных данных, потому что я с ней столкнулся когда? Когда мне надо было поменять поликлинику, и у меня что-то через Ягов не получалось, почему-то отказ приходил, я хотел там статус проверить. Я, короче, в это все углубился. Я поставил там несколько приложений, там написали, что вам надо зарегистрироваться в базе мобильных граждан. Я зарегистрировался и потом пытался понять вообще, а для чего, а зачем, а почему они дублируют они себя или не дублируют. Можно вот простыми словами объяснить, чем они отличаются друг от друга? Ягов, например, база мобильных граждан. Ну, видишь, какая у тебя оговорка по Фрейду, то есть ты априори уже настороженно сам относишься ко всему этому цифровому. Что такое база мобильных граждан? База мобильных граждан, что такое мобильный телефон? Это мобильный телефон, который везде. Не привязан. Да, база мобильных граждан это тоже такая, скажем так, аморфная, так скажем, штучка, которая не привязана никак, человек никак не привязан никакому из своих компьютерных носителей. То есть вот мобильный, и ты где-то там, благо там есть интернет, и ты благодаря тому, что у тебя соединены твой ИИН и мобильный телефон посредством мобильной связи можешь получить любую услугу. Это просто дополнительная возможность получения государственных услуг посредством мобильных приложений, мессенджеров, ботов, либо через проактивную услугу. Так я же могу так же сделать и через просто ЕГОВ, например. А ты через ЕГОВ, опять-таки, да, ты можешь через ЕГОВ, но через ЕГОВ тебе надо ЭЦП. А у тебя всегда флешка с электронной цифровой подписью с собой? Не всегда. А зато в базе мобильных граждан ты зарегистрировался раз и навсегда. Ты заходишь, выбираешь средства авторизации, не электронную цифровую подпись, а одноразовый пароль. И тебе на твой мобильный телефон, который соединен с ИИНом, приходит смс-ка с одноразовым паролем, ты ее вводишь, тебя идентифицируют как личность, ты под своим ИИНом, под своими полными данными заходишь в личный кабинет, получаешь нужную государственную услугу. При этом второй раз ты уже никогда этой ссылкой, этим кодом не воспользуешься. Тебе он больше уже активным не будет. То есть у тебя нет с собой под рукой флешки, у тебя нет компьютера, на который есть скрытая папка с ЭЦП, но у тебя есть регистрация в базе мобильных граждан. Да, и у тебя уже есть дополнительная альтернативная возможность авторизироваться на портале. Есть смс-пароль, есть ИЦП, есть диджитал-идентификация и биометрия. То есть постепенно мы уже переходим на такую систему, как идентификация граждан по глазу, по отпечатку. Пока это есть в крупных городах Казахстана, но уже в 2022 году мы ждем, что и в Кустанайской области будет вводиться биометрическое считывание данных для получения государственных услуг. Поэтому сегодня делается все, чтобы дать возможность гражданам как можно больше путей для получения услуги самостоятельно. То есть раньше был человек образованный, культурный, читающий, начитанный, это назывался цивилизованный человек. Теперь можно новый термин вводить – цифровизованный человек. Да, цифровизация прочно вошла в нашу жизнь. Цифровые технологии, как говорится, нон-стоп. Но сейчас, опять-таки, уже говорят не о цифровых технологиях. Сейчас это не модно. Теперь говорят это другим модным словом – диджитал-технологии. Поэтому в следующий раз можно поговорить о диджитал-технологиях. Но, по сути, это то же самое. На самом деле, да, сегодня столкнулась я, кстати, вот с чем, что несмотря на то, что я работаю в сфере оказания государственных услуг, я очень много могу рассказывать о том, как получать, сегодня, оказывается, очень много тонкостей примитивных, повседневных бытовых цифровизаций, да, вплоть там до умных пылесосов, я не знаю, каких-то плит, которые чуть ли не сами за тебя готовят, телевизоров, которые настраивают полностью поток информации, который нужен именно тебе по твоим интересам, да, ну, по каким-то кликабельным, видимо, ссылкам. То есть сегодня цифры – это то, с чем надо уже смириться. Хотите вы или этого нет. Конечно, понятно, что даже наше поколение, мы больше доверяем все-таки еще бумажным носителям, бумаге, хождением по мукам, да, так скажем, то есть туда пойти и отнести, здесь прийти и взять, туда пойти и отнести. Но, тем не менее, сегодня мы можем ходить, ну, мы же, когда в игрушки ходим, мы же сидим на месте, да, там он пошел, застрелил, подарил, там, я не знаю, выиграл какую-то викторину, получил приз, построил ферму, построил сад, там, я не знаю, одел куклу, а также получаются и государственные услуги. Мы сидим на месте, а услуги приходят к нам в компьютер, в телефон. То есть сегодня цифры – это то, чего никуда не денешься. Ну, кстати, забавный факт ты привела по поводу мышления бумажечного, потому что вот я сейчас сижу с телефоном, да, у меня здесь все какие-то вещи, о которых я хотел бы спросить, не забыть, они записаны здесь. Но все равно, даже сейчас, когда что-то срочно нужно записать, сначала ищешь ручку, бумажку, и потом вспоминаешь, блин, телефон же есть, он же всегда с тобой, всегда же можно вот туда раз, открыл его и записал. В заметки? Да, в заметки, вот открываешь заметки и записываешь, то есть ты все равно вот и уже приучен к ручке, к бумажке, и это надо в себе как-то ломать. Ну, наверное, это все-таки еще стереотипы мышления нашего детства, потому что тогда-то не было таких цифровых технологий, просто вспоминаю, когда у меня появился первый компьютер, не говоря о мобильном телефоне. Ну, не очень старый, но это все-таки было давно. И вот это вот мышление, опять-таки, глядя сегодня на молодых людей, даже с которыми у нас разница лет в 10, они уже для них написать что-то в блокноте, это прям вот видно, как они вот делают пометку, у них в телефоне заметки, напоминания, какие-то куча сервисов, которые чуть ли не говорят им о том, во сколько им не то, что надо проснуться, а какой зубной пастой почистить зубы, какой чай сегодня заварить и во сколько и с кем встретиться. У меня тоже, у меня есть несколько блокнотов, в этом блокноте я пишу официальную информацию, в этом блокноте у меня на день задание, и я ставлю на автомате галочки, все ли я сделала, хотя вот у тебя телефон современный, делай. Нет, бумаге я доверяю, рукописи не горят. Поэтому я так... Блокноты не садятся? Нет, по-любому, это самый главный их плюс, да, и наши батарейки, к счастью, тоже. Поэтому, ну, у нас с тобой задача одна, как я говорила, совмещать, да, реального человека и цифру, так и у нас, не забыть, какие мы есть, оставаться с собой, но при этом пинать себя в сторону современности и говорить это. Давай-ка цифровизируйся немножко. Ну, у меня недавно такая интересная история произошла, бабушка ко мне подходит, бабушка, ну, 82 года человеку, чтобы зрители понимали, насколько это бабушка, подходит ко мне и говорит, Роман, слушай, а ты не можешь мне вот как-то так сделать, чтобы вот, есть же WhatsApp, вот мне скидывают ссылочки всякие, а чтобы я сама себе ссылочки туда скидывала? Я такой думаю, а как это сделать? Она говорит, ну, типа группу какую-то создать. Я такой думаю, а это неплохая идея. Я добавляю себя ее в одну группу, себя удаляю. Она остается в группе? Она остается в группе, и она туда прям вот ссылочки скидывает себе там полезные какие-то. Я такой думаю, то есть вроде как мы снисходительно всегда к пожилым людям относимся в плане цифровизации, а по итогу, получается, у них больше времени, чтобы в это вникнуть. Они хотят быть в тренде. Они не то, что хотят, они просто понимают, насколько это удобно, когда они понимают, насколько это удобно, потому что, когда у нее новый телефон появился, там были такие слова. Это было страшно. Будь он проклят, убери эту адскую машинку от меня. А сейчас человек активно этим пользуется, и получается он меня в этом даже, ну, преуспел в этом больше, чем я. Ну, вот смотри, когда мы работали с журналистами, когда мы начинали, были кассеты? Были кассеты. Когда начали появляться флешки, я помню, для меня это было, блин, флешка, непонятно, что с ней делать? Да я пойду с кассетой, отсмотрю вот то, что мы сняли, там отпишу на бумажке, потом на бумажке приду, вобью в компьютер, потом пару раз, да, ты встал, флешку вставил, наушники одел, тут же параллельно ты пишешь, слушаешь и печатаешь, и оказывается, ты экономишь время, три раза сделал, посмотрел на экономленное время, думаешь, так, блин, давайте со свободного времени, да, вот, угу, угу. Также и мобильный телефон. Я сейчас могу признаться, что у меня нет стационарного телефона дома, по той простой причине, что он мне не нужен, мне как бы не с кем, если мне надо, либо я буду соображать, где эта злополучная трубка лежит по всей квартире, либо телефон, который так или иначе все равно под боком, да, я взяла и позвонила. То есть сегодня опять-таки плюс цифровизации в чем? В том, что она дает человеку максимально больше времени тратить, скажем так, на себя. То есть сегодня мы делаем так, чтобы было нам удобно. Плохо это или хорошо, это мнение за каждым, да, это надо оставлять должное, но тем не менее это никуда не денется, каждый должен находить плюсы и минусы. И моя бабушка пользуется видеозвонком по WhatsApp гораздо чаще, чем я. Она говорит, зачем я буду разговаривать так, когда я разговариваю с живым человеком? Поэтому, знаешь, это тут, ну, это такая история с многоточием, да, всегда. То есть когда всегда останется, что говорить, потому что добавляются новые функции, добавляются разные мнения, но несмотря на то или это мнение, это уже часть нашей жизни, которая не просто прочно вошла в нашу повседневность, она уже вошла, села, вросла в соседний стул и сидит рядом с нами и говорит, милая, уже все. Либо привыкай, либо сочувствуй. Поздно трепыхаться. Да, уже все, уже воспринимай так, как оно есть и просто будь современной и, ну, не сдавай позиции, да. То есть сегодня даже наоборот, по-моему, скоро мы, а нас с тобой будут говорить. Ну, кстати, в этом возрасте они гораздо более обучаемые, чем мы с вами, поэтому пора нам тоже задуматься о том, что цифры это все-таки, да, это то, что никуда не денешь, и то, что облегчает нашу жизнь максимально. Но при этом главная претензия к цифровизации, к цифровым технологиям, особенно новым каким-то нововведениям, там, приложениям и прочее, это боязнь того, что за нами будут следить, они будут знать о нас все, мы будем постоянно под слежкой какой-то. Я все время, когда задумываюсь, ну, когда вообще спор об этом заходит, я все время задумываюсь об этом и прихожу к одному и тому же итогу, что по факту, если бы уже хотели следить, то уже следить. Кому мы нужны? Ну, если мы кому-то нужны, то за нами уже следят. То слежение началось с того момента, когда у нас в руках появились мобильные телефоны. Все. Ну, то есть, понимаешь, никого не пугает регистрация в мобильном телефоне. Ты получил мобильный телефон, ты вбиваешь вплоть чуть ли не до света своих глаз все в Google, чтобы он тебя зарегистрировал для того, чтобы у тебя был вожделенный WhatsApp, Instagram и уже с ними приложение. Ты все вбил, но при этом тебя не пугают ни капельки то, что по сути тебя можно найти по телефону, отследить, с кем ты разговариваешь, с кем ты переписываешься. И как бы там ни говорили про какие-то сквозные шифрования, кому надо, тебе найдут, потому что это технологии, это как бы параллельно охрана нашей безопасности, да, государственной безопасности, нашей безопасности личной. То есть, сдача добровольная своих данных Google и телефону никого не смущает. А получение справки о наличии и отсутствии судимости или постановки учете в нарко- или психодиспансер с вбиванием ИИНа вдруг как-то напрягает. Но я всегда говорю, вы понимаете, что система построена так, что если надо будет уполномоченным органам что-то про нас узнать, они узнают. Потому что это их непосредственная обязанность и гарантия нашей же с вами безопасности. Причем узнавали они даже задолго до появления смартфона. Не то, что телефона мобильного, а вообще до телефона задолго до узнавали. То есть сегодня не надо искать каких-то подводных камней. Они всегда будут, и в любом каком-то вопросе они есть. Надо немного просто смотреть на перспективу, что это ваша возможность усовершенствовать повседневность, сделать ее мобильнее, быть самим мобильнее. И как-то, ну, не врастать в дерево. Пускай врастает в нашу жизнь цифровизация, а мы вперед все доброе, долгое, вечное. У меня еще такой вопрос. Ты начала говорить про Телеграм. Я вспомнил, когда я тебе рассказывал про базу мобильных граждан, я вспомнил, что, опять же, мы с тобой встречались до того, как ты мне рассказывал про Телеграм-бот. Я попытался что-то с этим сделать, и я не понял, как. Для того, чтобы пользоваться Телеграм-ботом, необходима регистрация в базе мобильных граждан. Как только ты зарегистрирован в базе мобильных граждан, и твой номер телефона идентифицирован с твоим ИИН. Есть такой Телеграм-канал, бот, это egovkizetbot2.0. Ты заходишь в этот бот, нажимаешь старт, и с тобой начинает общаться бот. То есть ты получаешь, вот он. Ты заходишь вот на egovkizetbot2.0, получаешь ссылку на него, стартуешь, тебе выходит меню государственных услуг, и ты получаешь уже без авторизации. То есть у тебя база мобильных граждан, Телеграм-авторизацию уже не запрашивают. Он находит тебя. Если вдруг твой номер не зарегистрирован, то тебе Телеграм-бот напишет, уважаемый потребитель, там абонемент, абонент. К сожалению, ваш номер не зарегистрирован в базе мобильных граждан. Для того, чтобы зарегистрироваться в базе мобильных граждан, вы можете перейти по такой-то ссылке. Ты опять-таки возвращаешься в регистрацию, то, о чем мы говорили, посредством видеосвязи, или, например, при помощи сотрудников госкорпорации в реальном времени регистрируешься в БМГ и пользуешься Телеграмом без авторизации. При этом стоит понимать, что когда вы ищете в поисковике ЕГОВ-бот, вы должны обязательно смотреть, что это должен быть не Телеграм-канал, не какие-то 2.0.3, 70, 500, 180 и так далее. ЕГОВ-ки, Z-бот, 2.0, бот. Бот, именно бот, потому что есть одноименные, очень схожие Телеграм-каналы, какие-то сервисы по оказанию чуть ли там неплатных услуг, просто новости о оказании госкорпорации, просто Телеграм-каналы, которые оповещают о новшествах в системе электронного правительства. Именно бот, который отвечает за оказание госуслуг в режиме онлайн через мобильный телефон. Когда вы заходите в нужный бот, то вы, грубо говоря, начинаете общаться с роботом, потому что он говорит, чем я могу вам помочь? А, просто роботу пишешь, что ты хочешь. Да, там главное меню, выбираешь, а вам на вас или на другого? На другого. А введите ИИН, ввели ИИН, но это можно только при бронировании очереди оказать услугу, помочь забронировать через кого-то. Все остальные услуги получаешь конкретно на свой индивидуальный модификационный номер, то есть ты получаешь справки, отчеты, сервисы только на свой ИИН и только на себя и только с этого телефона. С другого телефона ты не сможешь уже получить, потому что ты зарегистрирован, именно соприкосновение идет именно этого номера и этого ИИНа. А если с роботом общаешься, нужно, не знаю, как... Здороваться? Какой-то особый стиль общения, там лишних слов не говорить? Нет, это же идет проактивная информация, то есть меню, услуга по получению такой-то справки, нажать на себя, нажать, нажать, нажать. И ты, ну, нажимаешь, нажимаешь, да, нет, да. Номер оставить оставлю. Я думал, пишешь там, типа, здравствуйте, робот. Уважаемый робот. Уважаемый робот. Нет, здороваться не надо, прощаться тоже не обязательно, главное, получить услугу. Поэтому все это просто. Так, а если, например, я чего-то не могу, я звоню в единый... Контакт-центр 1414. Контакт-центр 1414. Там каким образом разговор происходит сразу? Там здороваться надо. Там люди живые, там надо поздороваться, объяснить суть вопроса. Если этот вопрос входит в компетенцию Государственной корпорации привлекательства для граждан, то операторы обязательно консультируют. Если нужна консультация, как получить ту или иную услугу в режиме онлайн, то пошагово рассказывают, показывают, объясняют. Жалуются многие. И жалобы принимают наши сотрудники. И выслушивают о том, как плохо живется где-то. И выслушивают о том, как вот что-то случилось. И много вопросов по банковским сферам, по каким-то финансовым вопросам, по системе государственных доходов. Там, я не знаю, очень вопросов много. Почему-то все считают, что единый контакт-центр... От душиных. Да, чуть ли не психологическая поддержка. Кстати, ребята выслушивают очень часто, потому что бывают люди просто, ну, начинают говорить, и не хочется обижать. Но при этом стоит принимать то, что есть и критика в сторону ЕКЦ. Хотелось бы сразу сказать зрителям, что есть определенные правила поведения сотрудников ЕКЦ. То есть они должны представиться, сказать, как зовут, с какого региона они вас представляют и так далее. Это нужно для того, чтобы, если вдруг, к сожалению, это случится, и вы будете неудовлетворены тем, как с вами общался оператор, вы могли оставить жалобу, а может быть, наоборот, похвалить и поблагодарить оператора. Вы могли сказать, как его зовут, с какого он региона. Помимо этого, сотрудники, они имеют право обросать трубку, не имеют право хамить, дерзить, несмотря на то, какими бы, как бы, респондентами не были собеседники. И это все. Если жалоба поступает, то у нас каждый, это я вам вот даю голову на отсечение, каждая жалоба отрабатывается в ручном режиме, по каждому оператору подготавливается ответ, что было сделано, доказан, не доказан факт, потому что сегодня все телефонные звонки, они стоят на специальной записи. То есть есть система, которая эти звонки при необходимости может выдавать, чтобы показать, что нарушил правила этикета, правила поведения, правильно или неправильно проконсультировал оператор собеседника. То есть сегодня это все проверяется, и если есть какие-то недовольства, то можно эти недовольства высказать, и они будут учтены, и, ну, так скажем, виновные понесут ответственность. А помимо этого, хотелось бы сказать, что эта доказательная база может сработать и не в пользу тех, кто звонит в ЕКЦ, потому что бывают и хамят, и грубят, и нецензурная брань бывает. А найти сегодня можно любого, как мы уже говорили до этого. Да, то есть как бы, ну, надо понимать, что это просто нормальное человеческое мышление, два человека с двух сторон телефонов, поэтому просто надо нормально получать консультацию, выслушивать друг друга и так далее. Я, кстати, хотела отметить, знаете, много негатива на ЕКЦ в соцсетях обычно читаешь, но при этом никто не задумывается, а тяжело ли сотруднику колл-центра просидеть весь рабочий день полноценный и получить, предположим, даже 100 звонков, да, хотя 100 для них это уже такая минималка, которой, по-моему, и нет у операторов наших. Для этого даже для сотрудников ЕКЦ есть специальный сотрудник-психолог, который помогает им работать над профессиональным и эмоциональным выгоранием, потому что вот я вам могу сказать, что я понимаю сотрудников ЕКЦ, когда физиологически у тебя болит язык, то есть язык как мышца устает в течение рабочего дня. Поэтому, ну, мое такое пожелание, что ли, может, потому что я с ними работаю вместе, где-то даже если что-то там не сразу получилось или неправильно, немного помнить о том, что мы все-таки не роботы и не боты, а люди, немного вспоминать о человечности и общаться, и где-то, может быть, немного с пониманием относиться к операторам. Я понимаю, что я звоню сейчас, я хочу, чтобы помогли мне, и моя рубашка ближе к телу, но надо помнить о том, что там есть тоже живой человек, и вы можете быть у него сегодня 180-м, и он может немножко устать. Ну, это как бы такая лирическое такое отступление, просто говоря уже о том, что цифра цифрами, а человечество пока еще, слава богу, никто не отменял. Ну, к сожалению, у нас время нашего эфира подошло к концу. Напоминаю вам, будьте вежливыми с людьми, можете грубить роботом, потому что им все равно, можете туда агрессию свою сплавить, а потом звоните уже оператору, и опять же, чем вежливее вы будете разговаривать с оператором, тем больше шансов, что ваша проблема разрешится гораздо быстрее. На этом я, Роман Попров, прощаюсь с вами, подключайтесь к цифровым технологиям. Всего доброго, до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Егорова